здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала сегодня я получила посылочку сайта iherb посылка дошла мне по моему где-то за 11 дней быстро дошла я довольна службой боксбери было доставлено все хорошо доходит сейчас я буду делать распаковку расскажу что и в этой посылке хочу сообщить тем кто еще не сделал первый заказ у вас еще есть шанс сделать первый заказ со скидкой 10 долларов сейчас идет акция до 1 ноября до 20 часов по скому времени вы можете еще успеть сделать заказ и получить промокод на скидку 10 долларов и еще плюс пять процентов по моему реферальному коду с джейс 024 так что поспешите под видео есть ссылка на этот промокод он у вас окажется в корзине единственного вас должно в корзине быть сумма набрано 40 долларов от 40 долларов где-то за скидка если меньше то типа моему реферальному коду получите пять процентов сейчас я буду делать распаковку и посмотрим что в этой посылке как оно дошло такая большая коробка это порошок на хирыбе появилась новая марка корейская у нас была корейская косметика теперь появилась марка которая выпускает вот такие порошки здесь 45 таких листов которые для стирки подходят там по моему на стирку один или два в зависимости от стирки это выглядит на тот момент когда я заказывала этот порошок еще была зубная паста сейчас еще какие-то стали добавляться еще продукты здесь вот такой пакет днем 15 получается листов в zip закрывается как на зип выстежку очень удобно они не будут высохнуть все таки продемонстрирую как это выглядит вам интересно очень удобно заказывать это в интернете потому что порошок может иметь тяжелый вес а в жидкости может разлиться поэтому очень эффективные порошки конечно я брала американские еще корейские не пробовала я на алиэкспресс видела продаются отдельно листы даже без коробок потому что коробка додает вес дополнительный такой вот такой лист получается идет на одну стирку если можно разрезать например кусочками и стирать вручную тоже они растворяются так подняла полностью запах есть порошка такой не противны скажем не химически по составу я не знаю что здесь как бы и как здесь он натуральный раз на хер попах по инструкции здесь к моему идет два листа на вот если 3 килограмма стирка загрузка даже хватит пол листа если 7 килограмм один лист полтора листа если 10 килограмм загрузка заменяет 45 листов 3 литра жидкости производитель в корее в америке написано что дистрибьюторы есть в америке этой продукции отзывы хорошие я читала на амазоне еще на херби нет потому что это новинка отзывы хорошие удобно брать с собой в дорогу в поездку вы могли еще и просто не видеть я как раз вот сейчас такую сделаю рекламу потому что это очень удобно некоторые я читала даже отзывы что на английском языке я читала на амазоне что привозили даже скорее специально потому что нравится это в порошок ну по отзывам еще я прочитала что на одну стирку где-то надо два листа желательно чтобы нормально отстирала лимон лаванда каких фосфатов я не вижу вредных я не беру порошки с фосфатами категорически уже много лет надеюсь что этот хорошо я просто хотел с алиэкспресс заказать такой порошок увидела что есть на херби здесь на херби такой классный раздел как новинки вот состав кстати содержит но неоник и онионик сурфактан поливинил алкоголь полимер и энзимы коробка мне очень нравится она довольно легкая не за сколько там она по весу может пол килограмма где-то но это все в листах берете лист один можно стирать и в машинке и ручную три таких упаковочки по 15 листов и хватит это ну если даже по два листа брать на 22 стирки вот тут написано что хватит и 1 многие еще стирают я так поняла частично еще добавляют свой какой-то порошок и вот эти может быть для запаха даже добавляю кто как ну попробую и еще этой же марки где-то здесь есть зубная паста и она в маленьком размере как пробник или появилась сейчас бамбуковая бамбуковая соль или бамбук и соль и появилась сейчас большом полноразмерном такой гель единственное здесь есть лаурит сульфат слс поэтому состав так себе sorbitol solution водам содиум лаурил сульфат ароматизатор p6 ну такой не очень натуральный состав принципе корейцы они сильно у них натуральных составов они так не гонятся за эти это бамбуковая соль я так поняла то есть при сгорании бамбука при тысячи градусов получается вот это выделяется соль еще здесь пробничек у меня я взяла пробных продуктах от калифорния gold протеиновый бар белковый с арахисом и шоколадом еще я заказала вот такую крупу амут это спельта то что вы знаете и полба просто она мы когда берем полбу то она такая крупная как пшеница полба это полу дикая пшеница очень полезно она подходит кто не может употреблять в пищу глютен содержит большое количество белка больше чем в яйцах привет поклодникам куриных грудочек которые думают что там не только антибиотики а еще белок то есть вот такие крупы могут заменить хорошо животные какие-то животный белок еще она хороша для похудения потому что она долго дает насыщение такое длительное как мясо получается что почему вы любите мясо потому что она долго как бы переваривается и если например вы сидите яблоко или овощной там суп какой-то вы сразу захотите через время кушать а здесь то есть эффект такой длительный этот кому-то еще называется его желательно после вскрытия хранить холодильнике так потому что может быть окисление я это я это я прочитала отзывах верю на слово это сейчас у нас пошла в украине и рекламная акция по радио я слышу что типа спельта 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 полезно для диетологи рекомендуют правда в продаже еще до спельта нет некоторых городах я вот ездила плетом по разным городам то есть вот видела что попробовала полбу из сказки слышала что и там по моему вы можете знать и сказки по моему а папе и что там балде работники его вот там у вас это полба ели полбу видимо ну я ее попробовала она как пшеница такая крупная варится подольше но она действительно насыщает такая хрустит она на зубах очень вкусная и и все каши в принципе я по одному принципу делаю я их делаю сладковатыми добавляю ягоды финики фрукты орехи и кстати она такая немножко ореховый вкус сама имеет по себе еще с нее делают итальянцы делают с нее ризотто индусы делают гарнир к всяким там блюдам там курицы там еще к чему-то вообще можно с нее делать разные блюда добавлять супы даже хлеб делают у нас она не сильно распространена потому что для хлеба она не очень подходит видимо и вообще все полезное у нас не сильно распространено поэтому пока я не могу найти своем городе в магазине полбу я вот заказала на херби есть и цельнозерновая спельта а вот это кому-то называется ее уже подробили но она не окисленная и все такое так что рекомендую кто не видел попробовать такую такой комод очень полезная такая замена утренним каким-то кашам дневным вообще в общем очень и насыщает ну хорошо ее есть утром потому что на полдня вам гарантирована энергия насыщение белком всевозможными витаминами очень полезными еще чем она полезна что она не измененная человеком это полудикое ну как бы растение крупа которая не вмешивались и в ее как бы гена не модифицировали поэтому вот это точно будет без гему и без глютена то есть очень много у нее плюсов у этой крупы так что рекомендую я сама я попробую но я уже как бы знаю что она будет вкусная тем более с америки всегда крупу вкуснее чем который у нас продается по качеству хорошая бобра дмил это тоже марка хорошая органическая получается эта крупа волокон 25 процентов 150 калорий 1 четвертой чашки 40 грамм это дается варится она минут 10 потому что она дробленая потому что если брать в в зернах цель цельнозерновую то она где-то минут 20 варится можно там еще и замачивать в общем нужно поэкспериментировать с рецептами здесь 680 грамм по цене конечно дороговато может быть если на наши деньги переводить но полезно я заказала тофу почему я его заказала именно софт тофу мягкий потому что есть вот еще фирм и экстра фирм если вам нужен например для обжарки то берите экстра фирм он более плотный будет фирм средний а софт это мягкий я хочу сделать сырники я давно уже не ела сырники потому что не ем молочку и и мне давно хотелось уже сырники я что-то меня озарила мысль что может быть можно с чего-то растительного сделать и мне свыше мои мозги подсказали такую информацию я пробила в ютюбе рецепты действительно нашла много рецептов что можно делать и сырники можно делать и пироги там какие-то даже делают эти чизкейки не знаю насколько это вкусно а туда еще домешивается яблоко берется вот это тофу разминается с яблоком и делаются сырники и вроде как вкусные попробую если мне понравится буду брать все время потому что и так я тофу брала я еще не сильно умею его готовить поэтому как-то так вот его же открываешь его здесь много быстро не съешь тут дается рецепт клубнично-банановый шейк тофу 100 грамм замороженных замороженной клубники дима банан взбивается это все в блендере и получается такой еще яблочный сок добавляется и получается банановый шейк коктейль можно делать интересно надо экспериментировать такую пищу мы еще плохо изучена заказала витамин d3 дополнительно еще вот эта хорошая марка здесь пять единиц я его принимаю это вот дозировка на пять дней я принимаю раз в неделю одну капсулу мне хватает очень надолго вот это хэлти оригинс марка хорошая витамин d витамин d3 нам витамин d3 нужен для костей недавно я узнала такую информацию что ну я так чисто на слова поверила слышала что все говорят что вот пока на солнце мы находимся мы не принимаем витамин d когда не находимся принимаем когда приходит пора что нет плохая погода нет солнца тогда мы принимаем но я смотрела там американского блогера женщина очень толково она рассказывала про которые она принимает которые назначает ее как бы доктор в америке это нормально у нас если вы скажете вашему врачу то что вы хотите провести про пройти какое-то исследование но будете лечиться них гормональными препаратами антибиотиками они скорее всего потеряют интерес к вам вот ну вот есть такие нутрициологи которые советуют и вот она сказала что информация такая я меняет информация как бы зацепила что на самом деле что чтобы получить витамин d вы должны в день проводить 20 минут на солнце полностью открытом теле то есть мы такого мы такого себе позволить не можем даже летом в жару мы не проводим полностью раздетыми на солнце поэтому витамин d получается нужен нам на постоянной основе это витамин d из ланолина есть по моему еще витамин d3 вегетарианский вот надо будет посмотреть я по моему видела но почему-то я этот заказала так в спешке брала по моему пробничек там за очень дешево там был про мне который за доллар то ли за 2 доллара 30 желатиновых капсул и мне очень надолго хватило потому что я в неделю всего лишь даже я передозировку не делаю у меня нет не до доза получается даже если я буду одну пить некоторые пьют одну вот 5000 единиц одну в день и хватит на 120 дней сами видите да что очень длительно там есть и меньше наверное дозировки здесь полчаса другие ингредиенты холодное оливковое масло желатин глицерин и вода нету никакого магниостерата это хорошо не впервые его берут надеюсь что он мне хорошо помогает что здесь лютеин заказала пока лютеин я до этого брала каротиноиды очень мне понравилась добавка летом я пропивала мне показалось что даже зрение стало как-то порезче потому что у меня вообще зрение очень хорошая но последнее время из-за того что видимо долго я сижу за компьютером целыми днями часто и идет на близь постоянно у меня на нагрузка и потом когда я вдаль начинаю смотреть выхожу на улицу у меня как бы разбывается это видимо портится зрение и я решила уже поддерживать свои глаза ну у меня в этой посылку не поместилась каротиноиды по сумме там я взяла вот лютеин это тоже хорошая хорошая для глаз поддержка уже как бы с определенного возраста нам желательно его принимать и здесь помимо лютеина 20 20 миллиграмм здесь лютеина хорошая дозировка дневная в одной тоже желатиновой капсуле и с 4 миллиграмма зеоксантина изомера вегетарианские желатиновые капсулы здесь я попробую этот лютеин но все равно я собираюсь заказать еще каротиноиды мне очень подраз потому что целый такой комплекс и действительно очень хорошо возможно ну по другим причинам не легче было ну вот я еще хочу пропивать лютеин и вам советую лютеин для глаз очень полезен цексантин тоже очень это не моё меня попросили заказать это детские витамины гумикинг веганские без желатина жевательные такие витаминки вкусненькие надеюсь с эхинацеей плюс витамин c и цинк здесь получается взрослым и детям от двух лет две жевательные витаминки от двух лет ну видимо здесь до двух лет как бы и не надо давать и получается здесь на месяц если по 2 давать витамин c 30 миллиграмм в двух от двух до четырех лет 75 процентов дневной нормы и от 4 лет 50 процентов цинк 5 миллиграмм 63 процента и 33 процента дневной нормы хинацея 50 миллиграмм и содиум 10 миллиграмм желатиновые натуральные вегетарианские капсулы без желатина без животного получается происхождение желатина думаю детям понравится еще здесь это такой витамин c я когда-то его себе даже брала вкусный такой витамин c я пропивала его он как бы считается детским ну тут такая дозировка в одной чайной ложке 250 миллиграмм то есть я витамина c принимаю где-то 500 миллиграмм день поэтому можно столовую ложку я добавляла кстати его в лимонад делала когда лимонад я добавляла просто его как подсластитель в лимонад такой как вкусный он с апельсиновым получается вкусом классная штука так что дети такое будут с удовольствием потому что если это взрослым нравится то и детям понравится мы ничем не отличаемся рекомендуется его можно принимать даже от 6 месяцев рождения 1 4 чайной ложки в день от 1 года до 4 это пол чайной ложки и от 5 до 12 лет 1 2 чайные ложки то есть 250 миллиграмм или 500 даже можно уже детям выше пяти лет больше пяти лет это жидкий такой витамин c который очень удобно принимать в удобной форме если дети не хотят его принимать с водичкой как лимонад то просто можно добавлять в еду ну я думаю дети такое с удовольствием будут есть хорошо запаковано замотано очень много слоев карсон лапс рыбий жир омега-3 эпа и дыха здесь в таком жидком виде я так поняла он с лимонным вкусом не имеет какого-то рыбного вкуса детям должно понравиться в стеклянной баночке для детей обычно используют очень хорошую рыбу в пол чайной ложки два с половиной миллиграмма содержится витамина а из печени рыбьей печени 425 единиц это 17 процентов дневной нормы витамина d3 20 единиц витамина е 5 единиц стопроцентный норвежский рыбий жир здесь омега-3 550 миллиграмм 2 и 3 грамма в общем сложности дыха 250 миллиграмм и по 200 миллиграмм рекомендуется детям от двух лет и больше пол чайной ложки дважды в день с едой во время еды можно добавлять в еду хорошо для костей для детей для развития для мозга для иммунитета даже чтобы не не хватал ребенок вирус и простуды то это очень хорошая поддержка хватит его надолго 250 миллиграмм представьте если давать даже по чайной ложке в день здесь если по пол чайной ложки давать 100 100 получается доз если по чайной то получается 50 дней хватит этой баночки в принципе выгодно стеклянная баночка такая тяжелая себе я заказала вот такой эстрасенс сейчас о нем расскажу поподробнее здесь 60 вегетарианских капсул я его взяла на замену индола трикарбинола и других батов которые я беру в разнобой и он конечно стоит недешево но если все все закупить там все ингредиенты которые я беру по отдельности все бады я думаю что выйдет даже выгоднее не выбрать для гормонального баланса для всех женщин принципе подходит я так поняла ну в основном для балансировки эстрогена у кого гиперэстрогенизм то пмс менопауза рекомендуется особенно вот эта добавка даже там в аннотации на сайте написано что для груди очень полезно профилактика рака груди мастопатия лечит мастопатию по отзывам рекомендуется здесь две вегетарианских капсул и сейчас я поподробнее расскажу что здесь есть последняя моя находка это кальциум-деглюкорат и он здесь есть я как кстати вышла на этот бат когда изучала информацию о кальциум-деглюкорат здесь еще есть индол трикарбинол зеленый чай x получается это как раз то что рекомендуют доктора сочетать идол и зеленый чай это два вместе то есть надо отдельно значит зеленый чай это я все брала отдельно просто нашла этот бат и увидела что здесь уже все есть здесь есть индол 3 и брокколи и дим про дим я нашла недавно информацию я ранее я заказывала в основном дим потому что нашла информацию что это усовершенствованная такая формула улучшенная индола трикарбинола там что-то вывели но недавно я там нашла какую-то статью читала очень такая профессиональным языком написанная статья много там терминов всевозможных и там исследование о диме индол трикарбиноле и там все равно идет такой как бы вывод что индол трикарбинол все-таки у него клинические результаты лучше а в диме даже есть какие-то токсичные вещества но действительно как бы при приеме длительном индола трикарбинола нужно чистить печень очищать печень потому что он он какие-то делает воздействия на печень поэтому желательно чистить печень и как раз кальций деглюкорат он как детокс делает он очищает не только организм в целом он еще получается что делает он очищает он выводит из организма как раз вредный этот эстроген который накапливается а эстроген у нас накапливается из всевозможных вредных пластиковых бутылок консервации тоже вот все есть этот это вещество bpa по-моему называется в общем вот этот она как раз этот гормон продуцирует в организме и а этот гормон если он превалирует он может вызвать рак у любого человека поэтому нам надо следить за балансом гормонов в основном сейчас из-за того что в животное например пищи преобладают горбоны именно эстроген он этот эстроген и у мужчин и женщин накапливается и приводит к тяжелым как бы последствиям со здоровьем поэтому вам ставят диагнозы там какие-то опухоли миомы мастопатии там какие-то там полипы я но я не приверженец того чтобы называть какие-то диагнозы закреплять их в пространстве потому что когда вы все время называете свой диагноз всем о нем рассказываете вот меня даже в комментах попросили какие-то там рассказать о своем здоровье но я считаю это некорректный вопрос я рассказываю делюсь только то что ну я показываю то что я использую этого уже достаточно я какие-то даю еще рекомендации но опять же это я рекомендации даю такие которые бы я себе дала никого не заставляю этим пользоваться вы можете перейти вот по ссылке например по этому баду и почитать просто отзывы людей которые уже пропили я еще не пропивала поэтому я не могу рекомендовать сейчас именно этот препарат но я сейчас пью уже второй месяц наверное два месяца отдельно дим и дол 3 карбинол витамин е пропиваю такой курс как бы женский да оздоровительный для каких болезней не хочу я называть как бы потому что как сказал мой знакомый один доктор мануальщик он сказал что не надо говорить никакие диагнозы потому что мы их вы закрепляем таким образом мысль материально поэтому давайте будем говорить о здоровьях они о болезнях я стараюсь как бы в позитиве все таки в позитивной окраске конечно эта болезнь не очень серьезные которые помогают нам травы это можно сказать что гормональные все таки вы можете посоветоваться с хорошим врачом а еще меня улыбнула отзыв один там он в конце вот по этому препарату и кстати очень часто встречаются такие отзывы про эндол 3 карбинол и брокколи что женщина написала она купила например за 22 доллара вот эту добавку или за 20 долларов есть еще кстати 60 здесь 60 капсул есть но если на длительный период мне если понравится он пойдет то может я закажу еще 120 он не дешевый ну там дешевле все-таки брать большой упаковки немножко выходит дешевле чем брать две банки например подряд и я прочитала отзыв что он лично написала что открыла банку а пахнет нафталином ей очень не понравилось она пошла к врачу и врачей сказал так не должно быть и типа женщина не пьет подождите а как пахнет брокколи как пахнет капуста доктор не знает у нас да как пахнет капуста у меня вот это возмущает конечно сейчас иду на эмоции но как может еще я уже говорила в прошлой посылке что мне предлагали уже пропить бат который не понравился по запаху мы взрослые люди понимаем что это детский сад если не нравится запах в общем определили что это испорченная я уверена что этот здесь будет у этого бада запах потому что я пропивала и брокколи и долл 3 карбинол я знаю что его делают и долл 3 карбинол из да есть этот запах он у всех есть и долла дима и просто брокколи есть капсулах и просто вы возьмите сварите капусту и понюхайте как она пахнет и неужели об этом не знает доктор который сказал что так не должно быть быть то есть вы понимаете да это уровень докторов которые кроме химических препаратов антибиотиков каких-то вакцин ничего в своей жизни не изучали и в общем у меня нет предела моему негодованию скажем так здесь решается судьба человека возможно женщина пропила бы этот бат и избежала бы операция даже не просто так это не для прикола мы пьем правильно мы пьем чтобы не обращаться к этим врачам и вам не надо какие-то специальные диагнозы вы уже знаете все своем здоровье вы уже обследовались вам уже предлагали гормоны принимать вы уже некоторые даже прошли операции гормоны все равно приходят к бадам потому что понимают что вечно они не смогут сидеть на гормонах не смогут по 300 килограмм весить и жить с этим поэтому это конечно на самом деле преступления если человек не разобравшись в составе не разобравшись сроки годности до 2020 срок годности базе специфический запах ну как же должен пахнуть дим как же должна капуста пахнуть как же должны ингредиенты из капусты еще пахнет это дает капуста я сразу вам говорю это за это будет запах не надо там затыкать нос мне этот запах очень приятен потому что это запах моего будущего это запах здоровья это запах нашего с нашей свободы от медикаментов и врачей вот и все до свидания у меня нет предела как бы возмущению когда я такое вижу или или у нас должны быть свои мозги я если прихожу например к врачу и мне говорит что нужны какие-то какие-то меры такие которые крайние меры я пойду все равно задумаюсь и буду искать какие-то методы альтернативные а у людей какая-то слепая вера как будто врачи могут все они они такие же самые люди как мы просто у них им классическая школа не некоторым не дают дальше развиваться они считают что вот это высший пилотаж их них знаний и очень часто много очень умных врачей которые действительно знают и про дим и про и дикий ямс и про всевозможные бады поэтому кальций д глюкорат он очень хорошо тоже выводит эстроген организма таким образом поддержка идет печени если вы принимаете индол то там какие-то идут воздействия на печень и многие считают что тяжело для печени но его надо тоже принимать и еще здесь для поддержки печени для очищения милк тистел это молочный чертополох расторопша расторопша здесь есть силимарин 60 процентов очень продуманный состав я его когда увидела я подумала ну хорошо я его закажу потому что мне не надо будет отдельно покупать зеленый чай кальций д глюкорат и дол 3 карбинол еще здесь есть кстати дим добавлен розмарин экстракт или копен еще здесь есть порошок брокколи здесь конечно рекомендуется принимайте две капсулы в день но я читала отзывы что препарат довольно насыщенный сильный можно начать даже с одной капсулы я наверное так и сделаю и там например пьешь одну банку по одной капсуле а потом можно еще заказать банку по 2 это и как бы экономия будет и я думаю что достаточно здесь ингредиентов правда вот например кальций д глюкорат я пью у меня есть отдельно я уже заказала его по моему там или стоили 150 миллиграмм но здесь в двух капсулах 150 миллиграмм будет немножко меньше дозировка брокколи здесь индола трикарбинола будет 150 миллиграмм двух капсулах но здесь же ведь еще есть дип где долг метан здесь его 50 миллиграмм ну то есть получается то на то и выйдет если вы взять 75 миллиграмм индул 3 карбинол это будет 150 на 2 я делю, в двух капсулах 150, в одной 75 значит в одной капсуле еще будет 25 это 100 мг, это Дим еще и еще здесь есть брокколи, 200 мкг из брокколи, порошок достаточно, я думаю, будет даже одной капсулы у меня еще есть, я допью кальций-деглюкорат кальций-деглюкорат у меня недавно пришел отзыв под видео я только о нем узнала и первую банку пропиваю у меня есть постоянные как бы зрители, мои постоянные подписчики даже общаемся, делимся какими-то результатами и вот у меня под видео был недавно благодарность за вот этот кальций-деглюкорат он очень помог при всех вот этих остальных ингредиентах, то есть не было облегчения ПМС, я так поняла, индул, там витамин Е и всевозможные еще другие там список женских БАДов это Диги Ямс еще может входить если вы занимаетесь очисткой от эстрогена я вот кстати Диги Ямс еще дозакажу еще написали мне, что добавила подписчица кальций-деглюкорат и сказала, что действительно почувствовала сразу моментально результат очень хороший поэтому вот бывает не хватает какого-то звена да, какого-то и чтобы получить вот реальный результат и вот кальций-деглюкорат это вот здесь он на первом месте кстати стоит я вот из-за него заказала этот БАД вам рекомендую почитать отзывы, сделать свои выводы поизучать ингредиенты если вы знаете свои какие-то диагнозы или какие-то есть у вас симптомы ну симптомы гиперэкстрогенизма лишнего эстрогена это ожирение как бы по женскому типу это как бы живот ну жир на животе как бы и многие, которые кстати пропивают кальций-деглюкорат у них со временем даже после родов остается даже тоже гормональные изменения кальций-деглюкорат очень помогает похудеть именно вывести с организма этот эстроген излишки эстрогена и помогает похудеть даже в области, где у вас не получалось ни тренировками, ни диетами избавиться от лишнего жира опять же, я никому не рекомендую поисучайте если этого вам надо то сами принимайте решение это я просто делюсь и рассказываю что принимаю на данный момент я я результаты рассказываю, если они есть ну вот такая была посылочка с сайта iHerb не забывайте использовать до 1 ноября 20.00 по московскому промокод на скидку 10 долларов при первом вашем заказе и 5% скидки постоянный код мой эфиральный код SGS024 по нему вы получаете 5% на каждый ваш заказ постоянно многие еще даже не знают даже постоянные покупатели что можно каждый заказ получать 5% скидку и iHerb еще платит 5% кешбека за каждый ваш заказ при последующих заказах вы уже получите сразу в своей корзине эти 5% уже после того как вам отправят посылку вы можете уже собирать следующую спасибо за внимание всем здоровья до свидания я Продолжение следует...